МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем тебя, Хакасия! Первые лучи солнца вместе с тобой встречает программа «Утро Хакасии», ну и мы, ее ведущие Кирилл Ермаков и Наталья Чудина. В ближайшее время мы поделимся с вами информацией, где лучше всего провести эти выходные, а также расскажем рецепт одного очень интересного салата. Ну и, конечно, вместе посмеемся над видео, которое заполонило интернет. Поехали! 25 января. Поводов быть в приподнятом настроении сегодня предостаточно. Ну, во-первых, конец рабочей недели, хотя нет, это во-вторых. Во-первых, свой праздник отмечают сегодня веселые и беззаботные люди, российские студенты. Именно в Татьянин день в 1755 году императрица Елизавета Петровна издала указ об основании в Москве первого высшего учебного заведения. Праздник, замечу, этот не только тех, кто получает высшее образование, но и среднеспециальное образование в том числе. Студенты колледжей, а также техникумов. 25 января по всей стране пройдет множество мероприятий для учащейся молодежи и дискотеки, и капустники. Интересно, как отмечали этот день в дореволюционной России. Начинался он с молебном, а также раздачи наград самым отличившимся студентам. Правда, заканчивалось все так же, как и сейчас, гуляниями до утра. Но вернемся к другим памятным датам сегодняшнего дня. Неофициальный календарь предлагает нам отпраздновать День счастливых снеговиков. Есть и такой. Народный календарь «Татьянин день» нарек бабьим кутам. Так называли женский угол в избе, где хранилась домашняя утварь. Все девушки, мечтающие выйти замуж, делали метлу, которую старались в этот день оставить в доме желанного жениха. Опытные матери семейства об этом обучие, конечно же, тоже знали. И в этот день на порог пускали далеко не каждую девушку. Если небо 25 января было ясным и стоял легкий морозец, то ждали хорошего урожая. К погоде сегодняшнего дня мы вернемся чуть позже. А сейчас давайте узнаем новости республики. Полпредпрезидента в сибирском округе Сергей Миняйлов встретился с Валентином Коноваловым. Речь шла о реализации майских указов и нацпроектов. Глава Хакасии также доложил о положении в ЖКХ и как проходит отопительный сезон. С октября прошлого года по середину января в регионе произошло около трех десятков инцидентов на коммунальных сетях. И общее состояние объектов ЖКХ вызывает серьезные опасения. Обсудили и новую мусорную реформу. Полпред обратил внимание на формирование тарифа и попросил не забывать о своевременной выплате зарплат бюджетникам. В Черногорском суде прошло заседание по уголовному делу в отношении главы города Василия Белоногова. Разбирательство длится уже полгода, но процесс пока на стадии лишь судебного следствия. Впереди прения, доводы, обвинения и защиты – последнее слово подсудимого. Городоначальник обвиняет в злоупотреблении должностными полномочиями. В деле два эпизода. Пока складывает себя полномочия главы, подсудимый отказывается. Черногорск по-прежнему без мэра. Обязанности пока исполняет Ольга Леонтьева. В Хакасию поставят свыше сотни комплектов лифтового оборудования. Замена пройдет в рамках программы капремонта. Уже определен подрядчик. Компания из Сургута не только произведет замену, но и выполнит весь комплекс работ, что существенно ускорит процесс замены устаревших подъемников. Массовый апгрейд произойдет в Абакане, Саиногорске и Черногорске. Согласно плану, в этом году капремонту подлежат 120 лифтов. Сегодня и завтра в Хакасии проведут массовую облаву на пьяных водителей и нарушителей правил. ГИБДД сообщает о сплошных рейдах. За порядком на дорогах будут следить 42 экипажа ДПС. Сотрудники госавтоинспекции просят водителей отнестись к проверкам с пониманием. Убрать с дороги пьяных гонщиков нужно как можно быстрее, так как по их вине происходят аварии и страдают невинные люди. Также инспекторы призывают водителей и пешеходов самим реагировать на грубые нарушения и сообщать об этом в полицию. В китайском зоопарке живет удивительно чистоплотная обезьяна. В своем вольере она сама наводит порядок. Вы только оцените. И подстилку она перетрясла, и пол подмела. Одно удовольствие наблюдать за тем, как кто-то другой работает. Интересно, в нашем зоопарке есть такие же ответственные обитатели? Нужно сходить в эти выходные и узнать, чем еще заняться в предстоящий уикенд. Вы узнаете прямо сейчас из нашей афиши. Сегодня в Абаканском дворце молодежи даст сольный концерт «Родина моя, наш земляк» Руслан Ивакин, Гуруде. Это этнический концерт с необычными инструментами, испанская гитара, армянский дудук из урна, индийские таблы. Помимо известных произведений, певец представит и новые композиции. Что касается самого артиста, то этнический певец Гуруде входит в элиту этномузыки. Его концерты прошли в лучших мировых залах Италии, Австрии, Германии, Франции, Норвегии, США и Японии. В субботу, 26 января, в рок-н-ролл-баре пройдет благотворительный концерт в рамках флэш-моба «Твори добро». В мероприятии и развлекательную программу подготовил клуб байкеров и очаровательные леди из клуба активных девушек «Абакана». В течение вечера публика увидит презентацию клубов, творческие номера и выступления группы «Рыжий ветер». Всех ждут розыгрыши, призов и банкет, который включен в стоимость билета. Собранные средства пойдут в помощь нуждающимся многодетным семьям. Также в грядущую субботу можно будет померзнуть на трассе «Черное кольцо». Это буквально в 100 метрах от федеральной дороги Р-257 в районе Черногорска. Но оно того стоит. Там состоится первый этап чемпионата Хакасии по зимним трековым автогонкам. Участие в соревнованиях примут сильнейшие гонщики Сибири. Будет настоящий зимний батл. В 12 часов состоится церемония открытия соревнований. Тем, кто любит ударные инструменты, добро пожаловать в концертный зал детской музыкальной школы имени Кинеля. В субботу, 26 января, в 17 часов там состоится концерт ансамблей ударных инструментов. На сцене продемонстрируют мастерство стучать сразу три городских коллектива. В Великобритании объявилась лягушка-путешественница. Земноводная преодолела почти 13 тысяч километров от Африки до Туманного Альбиона. Совершенно случайно, в рюкзаке. Крошечная земноводная размером в монетку выпрыгнула из рюкзака женщины, когда она распаковывала вещи после длительной поездки. Женщина тут же позвонила в Королевское общество защиты животных. Специалисты позаботились о зеленой путешественнице. Она была слаба и сильно замерзла. Вот если бы ее сейчас к нам в Хакасию привезли дома, она бы и не доехала живой. Все-таки январь месяц на дворе. Сегодня, кстати, обещают снег. Зато сильных морозов не предвидится. Теперь подробнее. В Усть-Абакане утром туман, днем минус 14, ночью минус 19. Погода пасмурная, снегопад. В Черногорске днем минус 15, с наступлением ночи минус 20. Хмурое небо, к вечеру ожидаются осадки. Ветер тихий. В Сорске светлое время минус 11, в сумерках минус 17. Значительная облачность, есть вероятность снегопада. Тихий ветер с запада. В Саиногорске значительная облачность, облажной снег. Ветер тихий, южный. Дневная температура минус 11, ночная минус 14. В Бее те же минус 11 градусов, днем минус 15, ночью. Небо затянуто, кратковременный снег. Тихий ветер. В Белом Яре пасмурная погода, снег, безветрие. Днем минус 15, ночью 20 градусов, ниже нуля. В Аскезе минус 12 днем, ночью 17 мороза. Облачно, вероятность выпадения осадков. В Баграде без осадков, пасмурно. Температура минус 11 днем, в ночное время минус 15. Тихий ветер, направление юго-восток. Вшера пасмурная погода, без снега. Днем градус составит 13 мороза, ночью минус 19. Тихий ветер. В Абазе значительная облачность, ожидается снег. Дневной градус минус 9, ночью температура опадет до минус 20. В Таштыпе днем минус 12, а ночью минус 17. Снегопад, пасмурное небо. В Копьево погода пасмурная, но без снегопада. Днем 15 градусов, ниже нуля, ночью минус 18. В столице республики дневная температура минус 15, ночная минус 20. Туман. Пасмурная погода, к вечеру облажной снег. Очень высокая влажность и очень высокое атмосферное давление. Зима – это время, когда мы чувствуем себя совершенно иначе, чем летом. И дело не только в том, что нельзя носить легкие воздушные платьицы и босоножки. Некоторые из нас даже начинают завидовать животным, впадающим в спячку. Вот им хорошо. Осенью они уснули, весной проснулись, и все у них замечательно. Вот бы и нам так. Но на самом деле у животных все не так просто. И для того, чтобы пережить зиму во сне, им требуется осенью соблюдать определенный рацион питания. Что они, собственно, и делают, так как не собираются спорить с природой. А вот мы, люди, от природы часто отмахиваемся и питаемся тем, что легче купить и приготовить. А потом жалуемся на зиму. Говорим, что у нас высохла кожа, ослабли волосы, появился лишний вес, да и самочувствие ухудшилось. Что требуется нашему организму зимой? Ну, конечно, овощи. Лучше свежее, а также мясо и рыба. В рубрике «Успеваем» один из вариантов полезного и красивого на вид салата. Всем, кто любит восточную кухню, нужно обязательно приготовить вот этот салат из малосольной семги со свежими морковью и огурцом. Легкий, с приятным мягким вкусом, он просто идеален для праздничного стола. Ведь, несмотря на то, что новогодние праздники позади, неплохо уже сейчас подумать о том, как ярко, интересно и, что немаловажно, очень вкусно отпраздновать. День влюбленных, День защитника Отечества, 8 марта. Поэтому заранее осваиваем новый рецепт салата. Берем свежий огурец, шинкуем соломкой. Огурчик мы с вами пошинковали и сейчас шинкуем морковочку. Но только в пропорциях, если вы огурца взяли грамм 200, значит, морковке нам надо грамм 100. Ровно половину от огурчика. 200 грамм огурца, 100 грамм моркови и 200 грамм семги. Складываем сюда. Сейчас берем семгу и режем ее тоже соломочкой. Я вообще рекомендую взять лучше посолить самим. Но это уже как бы на свой страх и риск. То есть мороженую рыбу? Да, берете семгу, солите. Она очень быстро солится. Если у вас нет времени, можно воспользоваться так же, как и я. Купила просто малсоленую. Но в этот салат идет только семгу или можно что-то еще? В этот салат вообще можно всяко-разно манипулировать. То есть основные ингредиенты менять. Допустим, сделать огурец с курицей, огурец с кальмарами, огурец с мясом, сердечками и со всеми чем угодно. И, естественно, чтобы наш салат получился вкусный, самая фишка в соусе, который мы сейчас с вами будем заправлять этот салат, Я вам рекомендую приобрести, я уже говорила, вот такую приправу «Малосяня» она называется. Божественно. Ну, естественно, столовую ложечку соевого соуса. Сильно не усердствуйте, потому что соус соленый, семга соленая. Так, капельку девятипроцентного уксуса. По вкусу сахара, немного чеснока. Я бы еще рекомендовала черный перчик. Хотя, кто любит совсем острым, можно еще и красный положить. И все перемешиваем. Салат должен настояться или прямо сразу нужно подавать на стол? Желательно его сразу же подать на стол. Почему? Потому что огурец даст сок. Ну, если вы любите соком, то можно, конечно, чтобы постоял. Будет вкуснее. Но я люблю, чтобы хрустящая так была. Поэтому я кушаю сразу же. И заправляем все растительным маслом. Конечно, хозяйке нужно попробовать этот салат, чтобы понять, правильно ли мы соус сделали. Ммм, божественно. Приятного аппетита. Перед тем, как подавать салат на стол, желательно украсить блюдо зеленью. Вот, собственно, и все. Обязательно приготовьте такой салат, вы не пожалеете. Эта красная рыба придаст изысканности любому столу. Побалуйте своих близких выходные. Успевайте. А сейчас немного полезной информации из сферы финансов. К 1 июля 2020 года все пенсионные и социальные выплаты переведут на карту МИР. На сегодня уже все бюджетники получают зарплату через эту национальную платежную систему. Что стало причиной ее создания, все мы помним, это внешнеэкономические факторы. В Хакасии, по данным Нацбанка, на 1 октября 2018-го выдано больше 163 тысяч карт МИР. Подробно о ее преимуществах нам сегодня расскажет заведующий сектором платежных систем и расчетов подразделения Банка России в Хакасии Петр Шулбаев. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Петр Анатольевич, а насколько вообще надежна карта МИР по сравнению с другими? Хочу сказать, что надежность карты МИР не вызывает сомнений. Все сервисы, которые предоставляет национальная платежная система карта МИР, они очень надежны, защищены технологии, как в международных платежных системах, там есть 3D-секьюр, в карте МИР это такая же технология, МИР-акцепт. То есть говорить о том, что она в чем-то там уступает, нельзя. Ничуть не хуже. Ничуть не хуже совершенно. Давайте поговорим тогда, раз ничуть не хуже, поговорим о преимуществах карты МИР. Более подробно, например, про кэшбэк-сервисы и как получить доступ к нему. С осени прошлого года уже, да, жители республики Хакасии, для них стало возможным присоединиться к сервису лояльности карты МИР. Что для этого надо и что это такое вообще? Ну, сразу хочу сказать, там возвращаются реальные деньги. То есть, если человек зарегистрируется на сервисе, на интернет-портале «Привет, мир», он должен сначала зарегистрироваться, зарегистрировать свою карту. Заходит на «Привет, мир», проводит регистрацию, заполняет регистрационные данные свои. При этом ему надо будет, сразу скажу, ввести данные своей карты и при этом ввести данные целевикод, который на оборотной стороне. Не надо бояться. Так как здесь ходят реальные деньги, реальные. Вот именно поэтому и страшно, что деньги-то реальные. Да, деньги реальные. Но в данном случае, смотрите, что сайт не подделка. И не надо бояться в данном случае вводить регистрационные данные. С клиента спишется, да, один рубль. Ну, в качестве подтверждения, что это именно карта живая и карта реального человека. И когда он зарегистрируется на этом сайте, он будет иметь возможность по, так сказать, партнерам программы лояльности, если он проводит операции у партнеров, ему будут возвращаться живые деньги. Какие это партнеры? Вот, конечно, там они меняются регулярно. Ну, не скажу, что регулярно. Ну, например, была очень хорошая акция, правда, она длилась всего два месяца, жалко, конечно. Это было в октябре-ноябре. Тем, кто заправлялся на заправках Роснефти, возвращалось 10%. 10% от суммы заправки. Заправил 50 литров, тебе вернулось там порядка 200 рублей. Причем это было... Ну, поэтому так и недолго. Ну, к сожалению, да. Мы должны понимать, что у каждого здесь свои интересы. А где можно увидеть тот самый список партнеров, участвующих в этой акции? Сайт программы лояльности приветмир.ру. Там все партнеры программы, все расписаны, точнее, поименованы, да. Все указаны. Все указаны, да. И указан тот процент кэшбэка, который возвращается клиенту на карту. Ну, это наверняка какие-то крупные сетевые общероссийские компании. А вот теперь такой вопрос. Если предприятие какое-то, которое занимается торговлей или оказывает услуги, захочет поучаствовать в этой программе лояльности, возможно ли это здесь, в нашем регионе? Конечно, возможно. Вот что к чести создателям программы, участие в данной программе для торгово-розничных предприятий не представляет вот таких сильных-сильных усилий глобальных для того, чтобы вступить в эту программу. Необходимо зарегистрироваться в ней, необходимо выразить участие, заполнить регистрационную форму. И, в принципе, это и все. Но это будет... Ну, конечно, я хочу сразу сказать, что для бизнеса это не бесплатно совершенно. Но давайте помним, для чего бизнес проводит рекламные акции, да? Он хочет привлечь внимание, он хочет увеличить поток клиентов, хочет сказать, вот мы, мы вот такие хорошие дети к нам. Да посмотрите, везде написано скидки, скидки, да? Там скидки сколько? 30% нам уже как бы маловато, да? Внутреннее наше ощущение, да? Мы идем и ищем те 50% и заходим в те магазины. Здесь бизнес может сделать то же самое. Он может сказать, ребята, мы вам даем вот по картам мир, а у нас их вот 163 тысячи, да, пользователей в Хакасии. Мы вам даем вот такую прекрасную возможность. Вы получите обратно живые деньги через 3 дня. Эти деньги просто приходят прямо деньгами? Прямо деньгами. На карту? На карту, да, зачисляются. То есть в отличие от ни наших, ни отечественных платежных систем, участвовать, получается, могут и местные компании? Конечно. Любая компания может это пройти. Ну, надеемся, побольше будет таких компаний, которые будут нам возвращать такие бонусы хорошие. И будем надеяться, что бонусы будут побольше. Конечно, здесь чем больше компаний участвует в программе, тем она становится выгоднее как для самих компаний, так и для нас, как покупателей, потребителей. Спасибо большое, Петр Анатольевич, за то, что заглянули сегодня к нам утром. Ну и хорошей вам пятницы. И вам спасибо. Ну, а наш эфир продолжает «Астропрогноз». Овны, возможности ваши велики. Вы сможете предугадать события скорого времени, верно определить положение и суть вещей. Тельцы, беритесь за самые сложные дела, и у вас все получится. Близнецы, изменение окружения – ваш самый быстрый путь к обновлению ощущений. Раки, действия окружающих вас людей будут носить непредсказуемый импульсивный характер. Львы, постарайтесь в этот день не реагировать эмоционально на свои проблемы. Девы, это время удачно для поездок, в том числе длительно. Весы, в этот день вам не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное будет настроение ими заниматься, а сами вы будете просто излучать обаяние. Скорпионы, день символизирует перемены, перестановки, будет удачной смена места жительства. Стрельцы, ну и что из того, что вы не богаты, как олигарх? Вы многое можете себе позволить, так зачем же гнаться за статусным потреблением? Козероги, вам захочется кардинально изменить свою жизнь. Водолеи, все, чего вам удастся достичь в этот день, позволит заложить надежный фундамент для будущего успеха. Рыбы, чтобы отогнать негативные мысли и депрессию, нужно во всем происходящем видеть положительную сторону. Необычная компания друзей была замечена в США. Две собаки и коза. Черный лабрадор Бо пропал на сутки из дома. Хозяева объехали всю округу и нашли его в компании другого лабрадора, который тоже сбежал из дома неподалеку, да с ними была еще и коза с соседей. Стоит отметить, банда выглядела счастливой. И когда Бо решили увезти домой, друзья не растерялись и тоже запрыгнули в машину. Мешать этой удивительной дружбе хозяева не собираются. Теперь эту троицу можно очень часто заметить гуляющими по округе. А вот в Хакасии с братьями нашими меньшими произошла другая, гораздо менее приятная история. Прямо на железнодорожные пути был выброшен мешок со щенками. По счастливой случайности они не пострадали и теперь ищут новых ответственных хозяев. Вчера вечером машинист поезда сообщил, на рельсах возле станции Ербинская лежит большой подозрительный мешок. На место незамедлительно отправили силовиков, открыв сумку. Полицейские были шокированы. Полный мешок щенят. Живых. Четыре девочки и один мальчик. Сейчас они успокоились, потому что мы их приласкали, накормили. Я так думаю, что они испытали шок, потому что целый грузовой состав над ними прошел. Везли их сотрудники бережно, приехали не вчера поздно вечером. Щенков привезли в линейное отдело Бакана. Заботу о малышах взяла на себя вся женская половина отдела. Они и решили найти четвероногим заботливых хозяев. Говорят, забрать к себе на службу не могут. Щенки не подходят для кинологов, потому что беспородные. На вид дворняжка, а мать силы два месяца. Кстати, сейчас полицейские ищут того, кто оставил щенков на ЖД путях. Очевидно, что таким изуверским способом пытались избавиться от животных. В настоящее время в Абаканском линейном отделе проводится по данному факту проверка. По факту жестокого обращения с животными. И в действиях неустановленного лица, совершивших жестокое обращение с животными, смотрятся признаки состава преступления, предусмотренные статьей 245 Уголовного кодекса. По результатам проверки уже будет принято решение. Щенки очень активны и требуют большого внимания. Сегодня их поместили в служебный гараж, но находиться здесь долго собаки не смогут. Все-таки особо охраняемая зона. Поэтому силовики обращаются ко всем, кто может пристроить животных или взять себе. Забрать щенять можно по адресу вокзальная 9, линейный отдел Абакана. Обязательно найдутся у вас хозяева. И обязательно будут вас любить. Хорошие. Замечательные. Вся наша жизнь – это дорога, путь в другой, иной мир. По крайней мере, именно так считали хакасы в древности. Интересно, какие дороги были в этих местах в древности? В этом вопросе разбирался Михаил Мерзликин в новом выпуске программы «Загадочная хакасия». Дороги в иной мир. Тропы горных духов. Мистические, сакральные дороги. Почему одна из главных трасс хакасия – Абакан-Ак-Давурак – является самой опасной и аварийной? Ответы на эти, а также другие вопросы вы узнаете сегодня после вечернего выпуска новостей на телеканале РТС. А сейчас вернемся в свои дома и немного полезной информации. Сделать перепланировку в магазине или офисе, если он находится в многоквартирном доме без согласования, теперь нельзя. 8 января вступили в силу соответствующие изменения жилищный кодекс. Раньше разрешение требовалось только на переделку жилых помещений. Обо всех тонкостях и нюансах этого квартирного вопроса расскажем прямо сейчас. Новые поправки в жилищный кодекс обязывают собственников нежилых помещений проходить стандартную процедуру оформления перепланировки. Если решите что-то поменять на своих квадратных метрах, лучше сначала получить разрешение. Узаконивать по факту гораздо сложнее. Итак, для начала нужно заказать проект в любой проектной организации. Затем согласовать его с органами местного самоуправления. В Абакане это департамент градостроительства. Пакет документов там рассмотрят в течение 45 дней. Проект выполненный, проектная организация, имеющая допуск, саморегулируемая организация и согласие собственников всех проживающих в этой квартире. Собственно, как бы и технический паспорт. Если архитекторы дали добро, можно делать ремонт. Затем в том же департаменте получаем акт о завершении переустройства и все в той же проектной организации заказываем техплан. После технического плана обращаются в МФЦ для регистрации уже этих документов, регистрации данной перепланировки. На все оформление, включая проект и техплана, уйдет примерно 10 тысяч рублей. Многие решают сэкономить, делая перепланировку без всяких согласований, не задумываясь о последствиях. А ведь узаконивать самовольный перенос и снос стен приходится через суд. Лучше проконсультироваться сначала. Возможно выполнить эту перепланировку, либо невозможно. Потому что бывают такие ситуации, что люди, если фактически делают сами перепланировку без разрешения, люди затрагивают несущие конструкции. Либо делают такие моменты, которые нельзя делать, как перенос кухни в комнату, либо комнаты в кухню. Чем еще очревата неузаконенная перепланировка? Во-первых, вас может оштрафовать департамент жилнадзора. Во-вторых, продать квартиру будет сложнее. Так что лучше делать все по букве закона. Сегодня мы уже достаточно много показали вам разных забавных животных. Именно поэтому героями рубрики «По приколу» на этот раз стали исключительно люди и автомобили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сейчас вы не будете на зубе, да? Ага. Сейчас вы не будете на зубе, да? Особо умный персонаж. На кротом жека. Смотрим внимательно под днищи. И понимаем то, что и внутри улететь. Утопил Ниву. Приехал за ним кран. Утопили кран. Теперь приехали мы за ним. И утопили еще КамАЗ. Вообще за***ть. КамАЗ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok